Дэдпул Вернемся к фильму. Из-за невысоких ожиданий фильм меня сильно порадовал. Уэйт Уилсон, когда-то бывший наемником, заводит себе девушку и начинает строить уже почти семейные взаимоотношения, но внезапно заболевает раком, после чего его подбирают люди из программы Оружие Икс и делают из него сверхчеловека. Сбежав от них, Уэйт становится супер, но не героем Дэдпулом и хочет добраться до изуродовавших его врачей, вернуть себе девушку и начать новую жизнь. Дальше рассказывать в принципе нечего, так как спойлер. Да и добрых две трети сюжетных поворотов было уже в трейлере. Райан Рейндольд, сыгравший главного героя, вполне себе колоритен. Другие персонажи тоже не дают заскучать. Пафосный колосс постоянно толкает крутые речи. Доктор-психопат вечно бомбит от шуток Дэдпула. И даже персонажи второго плана не дают скучать, ломая четвертую стену. Хоть сюжет и слабый, он напичкан кучей экшена и забавных шуток и моментов, от которых зал иногда смеялся так, что заглушал сам фильм. Шутки и остроты Дэдпул отпускает отличный, но не думаю, что кого-то не зацепит хотя бы одна из них. К счастью, шуток в трейлере показали процента 2 от силы. Фильм же ими напичкан до отвала и скорее всего он выведет вас из унылого настроения. Но в некоторых моментах шутки бывают иногда даже лишними. Визуально же фильм сделал невероятно круто и интересно. Пошалив на 58 миллионов долларов, создали действительно неплохой фильм. Неплохой, но не отличный. Многим такой юмор не придется по вкусу. Не советую ходить беременным детям и женщинам. Рейтинг Эр сделал из типично подросткового кинокомикса отличный брутальный экшен-боевик, окрашенный в кроваво-мясной оттенок. На экране творится жесть. Дэдпул простреливает бандитам голову, отрубает им руки, ноги, половые члены и много чего еще. А мне вот весело. То ли я такой же больной и безумный, как Дэдпул, то ли сделано это тоже с отменной долей юмора. Последний фильм, заставивший меня смеяться над расчлененкой, это Кингсман. Там так вообще это было доведено до полнейшего абсурда. Заканчивая обзор, хочется отметить, что не стоит ожидать от фильма многого, иначе можете слегка разочароваться. В целом, фильм достойный оценки отлично. И да, после титров есть сцена. Задержитесь, увидите намек на сиквел. Ну а я, пожалуй, буду заканчивать. Всем спасибо и пока!